Вход напоминает, как и в крепости Шпандау, когда все парты Кёнигсберга были переименованы, кирпичики отломались, аэрофорс хорошо защищен. Для 20 века построены амбразуры, там вот пушка торчит из одной до сих пор. Роговой склад, всегда идей там, и с опасным помещением. Ригинальные спестройки. 150 лет, да? Да. Шрезовый стоп, кирпичный стоп. Там жилые катармы для рядовоз, а это катарма для архивов. Вы сказали, что в январе 45-го Кёнигсберг был окружен, теоретически тогда вентарную комнату могли не вывезти, да? Сюда он, да, сказалось? Вот такой вид сверху. У входа в форт номер один Штайн. Под воротами есть замковый камень. Статые постройки форта 1875. Генрих Штейн, русский министр. Враг Наполеона, советник русского царя, да? Когда-то вот как раз-таки Пруссия поднималась за счет Российской империи. Сначала он назывался просто в честь ближайшего поселка. Форт номер один, форт Лаут, а потом форт Лаут 20, форт Штайн. Напоминает это форт Милютин рядом с Кронштадтом. Я даже удивился, специально посмотрел в интернете, когда Милютин начали строить в 1704 году. Вот. Ну вот все равно все почему-то сразу такое, о, немецкая, немецкая. А на самом деле Милютин-то на самом деле еще и старше. Вот. Ну, там поменьше, конечно, сооружение, но, тем не менее, здесь, да, помасштабнее. И, конечно же, с этой немецкой педантичностью построено все. Эта комната была для офицеров. Порядка 10 офицеров было на порту. Они жили в одной комнате. И здесь мы разместили экспозицию временную, посвященную кирпичу. Есть такой человек, он написал книжку по клейменному кирпичу. Он объехал центральную часть крепости, поснимал такие там клейманы кирпичи. Объехал форты, поснимал клейманы там. И по справочнику нашел, где были заводы, которых сделан кирпич этих фортов. Большая часть заводов восток Калининградской области. А в целом все в радиусе 100 километров. Почти в каждом форте разные клеймы. Потому что много маленьких заводиков. Тогда же не было такой единой промышленности в Казахстанском Союзе. Была куча фирмочек. Вот, допустим, в Кениксберге было, по-моему, около 200 пивовариков, маленьких заводиков. 150 лет назад. А потом пришел монополист Юлиус Шифердеккер. И осталось всего 4 в ошибке в Минзаводе. Все остальные закрылись. Потому что не летали. Остмарк? Да, Остмарк, Бонаркс. И как всегда, все это самое тяжеловесное. На вид. Да, конечно. Ну, что это? Это мозговой фендерпорт. Нет, 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 нет. Не ползком, не собакой. Здесь есть металлические люки. И раздвигают в сторону. И сверху из него подъемные механизмы поднимают этот ствол наверх, не ввозя по всяким уголкам. Вот этот блок из униказа. Все униказы приводят к фарфоровым униказу. У него есть там даже гепа, сохранилась у него производителя. Вот так далее. Фарфоровый униказ для господ офицеров. Железный униказ для униказа. Для униказа. Всего получается на сотню, скажем, на 200 человек 12 униказов. Сначала качали просто, а потом был электрический парфор. Вот этого еще в прошлом и время не было. Наверное, будут делать все-таки колонку. Здесь была капитально-металлическая дверь. Дверь прикладывалась дополнительно мощными бревнами. Чтобы ее нельзя было просто так высадить. Как каким-то слабым высадить. Абсолютно. Только очень мощно. Там грунтовые воды поднялись? Ну, ров. А, из рова. Да. Потому что ров не текает, вода из него. Поэтому он постоянно выполняется. Вополняется. И виски. Вот мои лезвцы. Залезли на элистарм. Сюда приходил сигнал колонку. Здесь у кого была кнопочка. Есть кинетоколки. Здесь весьма висел колонку. Здесь находился где-то колокол, судя со слов экскурсовода. И вот отсюда проволочка для подачи сигнала тревоги. И колокол бился. И, соответственно, набат. Это была закрытая комната, где работали со связью. То есть уже в 1835 году у немцев была магистральная сеть, телеграфы между Берлином и всеми крепостями. Все могли за несколько минут дать команду, начать военные действия, там, мобилизацию, перевозку пороха. Могли командовать своим гражданским властям и могли передавать бизнес-лодки в горжевые. Это действительно была комната связи. Вот там на стене рвут кабеля, который отводит с собой окно и распределялся на отдельные жилы. Помещение. О, специальное питомное покрытие, которое не дает миску, ни которое не впитывает влагу. И вот эти цветовые ниши. Там, вверху, заложенная вентиляционная труба, которая шла на вершину фонда, создавала вытяжку. Стена есть, каналы, которые тоже вытягивают в воздухе. Куча каких-то вентиляционных шахт. То есть, это надо было как-то спроектировать такую крепость, чтобы еще были вентиляционные шахты. Для подачи снарядов шахта. С помощью такого устройства четыре человека справлялись. Здесь пороховой склад. Мы поднимаемся наверх. Здесь есть остатки провода электричества. Метская термиссия, скау. И рюк для поднятия оружия. Но рюк шау. А вот это как раз таки для подачи снарядов. Использовалось, сюда эти снаряды поднимали. И потом вот в эту дверцу на улицу-то и выносили. Выбрались наверх. И здесь такая тропа для пешеходов уже сделана. Всякие вентиляционные шахты. Да, конечно, спланировать такой форт, наверное, непросто. Чтобы все рассчитать. Еще с учетом на перспективу в плане развития вооружений. Здесь русские пушки на береговых лафетах. Ну, они вот примерно такого же типа. Улитка. С порохом сверху. Все, что закрыто крышками. Когда обстрел кончился, выскочили, схватили снаряд, пошли заряжать пушку. Изначально оригинальная поверхность крыши была одной. Поверх нее была земля. И уже когда снаряды могли пробивать эту землю, сделали настройку из бетона. Время не щадит стены. На самом деле, форт ни разу не использовался в военных действиях. Почему? Один день не использовался. А, один день во время штурма Кенигсберга. Когда, ну, и сдался. Сколько денег вложили, конечно, да, ужас. Так же и, в принципе, с другими фортами. Те же Милюти. Мне кажется, использовались чаще. Траверс, тут всякие пушки. В общем, да, Кенигсберг. Это вообще целая военная эпоха. При немцах были одинанные. А вот в советское время установили двойные рамы. И в данном форте было овощехранилище. Деревянный пол, обычно, казарный. То есть все полы, 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 помещения были деревянные. Деревянный пол, кипичный. Это нижний пол. На него столбики. Сверху деревянные лаки и доски. То есть пробик с коридором. Пол казарный, деревянный. Потолки билились. На стенах наносились яркими красками через травмарет узоры типа обоев. На потолках наносились наноси квадратического характера. Полноценные большие окна. Между над окнами находятся отверстия, скрывающиеся под пружиненной крышкой, которое могло регулировать количество окна, которое приходит в это помещение. А справа, вот эти отверстия возле пола, они другой выходят на аэропортар через контериционную крышку. И вычисляют еще разность температуры, идет естественная вентиляция от этого помещения. В каждом помещении была своя печка. Видите, мы видели в него фундамент. И такая большая капельная печь. Какая-то там мелкая буржуйка, металлическая капельная печь. Топилась и есть устройство для проверки домогода. Могода наверх, покрывая ниша для моргода. Здесь у нас боевой каземат. Недавно здесь снесли перегородку, которая была советская. Оставили только металлическую, вот эту немецкую часть. Видно, что здесь эти анкеры, в которых крепилась деревянная рама, уже немецкая. Видно, что их был полка тоже деревянный. И пробиться при том, что это советское добавление, где этот манк. Вот отсюда пушки, да, здесь пушки ставили? Да. На потолнику, чтобы эти пушки можно было ставить. А ниже амбразуры, из которых винтовками? Ниже этажом амбразуры, из которых винтовками простреливали. А у меня такой вопрос. Если вот это, вот с этого окна простреливали мост из пушек, это окно больше, но логичнее, что как бы сюда снаряд залетит. Это окно, видите, оно было более позднее, видите, солнышко сверху, с камней, оно лучше, чем этажное. Ага. Ломалися амбразуром, ее просто потом расширили. Понятно. Естественно, никакого не надо было запустить, чтобы здесь работают артиллеристы, а тут всех артиллеристов можно было запустить. Ну, ну да, да. С кого-то, конечно, нельзя было запустить. Здесь было узко. Ну, кстати, не случайно. А может, в третьем парке, например, после того, как тут ушли военные, а потом, после коллеги, не отпустили. Там, такие, сережки, застежки, там, то, что не вместо любви решил скрятать, а потом, это парово было закопано, там, сухой рот, там, скрыли. Поэтому здесь тоже скрискали, ну, наверное, ничего не нашли. Здесь мы, в зависимости от того, что обычно можно найти в подобных сооружениях, как в старых бутылках, какие-то железные, посуды, печаны, оружие. А это что за бак? Так. Что? Вот это что за бак? Это печка такая? Это, скорее всего, либо кухонная, либо для себя фирмами до сих пор существует. Для чего такой пик милитаризма немцы здесь создали, вокруг Кёнигсберга, до сих пор не ясно. И опять же, возвращаясь к янтарной комнате, в январе 45-го года Кёнигсберг и все форты были уже полностью окружены. Янтарная комната находилась еще в Кёнигсбергском замке. Ну вот я читал, что да, возможно, по реке попрегали, когда она замерзла в 45-м. Ее могли, там единственный путь оставался, как ее могли вывезти вот как раз-таки в сторону замка Лохштетт. Правда это или нет? Не знаю. Никто не знает. Экскурсовод очень деликатно с этого вопроса уехал, даже не стал разводить какие-то дискуссии. Кленом больше 100 лет. Они еще были после Первой мировой войны высажены немцами. Ну и вот это дерево обломилось в феврале этого года, когда был сильный ураган. На этом мы заканчиваем обзор форта Штайна и двигаем дальше.